Ну, я приветствую всех. Так, не двигается презентация, Катя, помоги мне. Одну минутку. Я приветствую всех из города Сочи. За окном плюс 19. В библиотеке тепло, солнечно и приятно. Мы к этим вебинарам готовимся всем коллективам и вот выбор темы, казалось бы, такой несовременной, казалось бы, такой старой, древней. И вы сами, уважаемая Татьяна, вы сделали к ней предисловие. Когда говоришь о книжной выставке, все говорят, ой, так это когда-то, мы учили где-то когда-то. Ой, да сейчас уже все по-другому. В библиотеке, собственно, преобладают другие формы общения с читателем. С огромным уважением к нашим библиотекам, оборудованным высокотехнологическим оборудованием, дерзающим в медиапространстве, вширь, вглубь, в кривь и в кость. У кого как получается, с огромным уважением к экспериментаторам, к творческим, скажем, ну, таким вкусным каким-то новым формам работы. Я хотела бы сегодня обратить внимание на старую, добрую, любимую книжную выставку. Как она живет в сегодняшней библиотеке? Причем я сразу скажу, как я всегда говорю в предисловии, библиотека имени Пушкина города Сочи в 22-м году нам исполняется 110 лет. Можете себе представить маленькие помещения. В нашей библиотеке всего два отдела, абонемент и читальный зал. Библиотека традиционная, с бумажным документооборотом, с, скажем, с большой исторической миссией, маленькая по площади, но с большими претензиями к миру и с большими амбициями каюсь перед уважаемым сообществом. То есть я знаю, что таких библиотек, как наша, по России просто тысячи. И дворец она, спасибо за комплименты, дворец это библиотека благодаря особому архитектурному стилю, это стиль модерн, и слава богу, он привлекает к библиотеке внимание, и как всегда, в чести города Сочи, администрации, горожан, библиотека была построена изначально библиотекой, пережила все инсинуации, приватизации, еще всякие прочие моменты экспроприации и осталась библиотекой. Огромную роль в жизни города библиотека играла, она долгое время была единственным учреждением культуры города Сочи, тогда еще посада Сочи, города Сочи, несла огромный, скажем, груз на себе в годы войны. Она обслуживала множество госпиталей и работала круглосуточно, это библиотека. Сотрудники библиотеки и ее директор были награждены медалями и орденом за труд в Великой Отечественной войне. Но тем не менее, мы-то с вами общаемся профессионально и мы понимаем, что такое библиотека 110 лет назад и что такое она сейчас. Маленькие пространства, отсутствие оборудования необходимого, там вентиляция у нас только естественная, в библиотеке 46 окон, которые мы регулярно моем. Вот, и поэтому система хранения книг обычная, традиционная, на стеллажах. И, скажем, для того, чтобы в таких маленьких пространствах раскрыть и показать свой книжный фонд, приходится, ну, напрягаться, я вам честно скажу. И я сегодня хочу поделиться с коллективами вот таких библиотек, традиционных, не имеющих большой финансовой поддержки, не имеющих, скажем, в своем штате коллектива дизайнеров, значит, как они живут и что такое выставка в их библиотеках. Все, что я буду говорить, готова поставить метку, проверено на себе. Я не буду сегодня преподавать вам теорию о библиотечных стандартах оформления книжной выставки. С успехом справляются в этом специалисты директ-академии, доходя до всяких тонкостей, до библиографических тонкостей. Я не буду сегодня экспериментировать с цифровой подачей, с книжной выставкой и ее проникновением в медиапространство. Пожалуй, не буду. Я расскажу о том, как мы используем книжную выставку, как мы к этому пришли и какую роль в нашей деятельности она выполняет. Я не буду сегодня в своей презентации публиковать веселые картинки, где елочки из книг, где всевозможные вот эти эксперименты с использованием книги, как декоративного элемента. Интернет полон подобными фотографиями. Я хочу, чтобы у нас с вами состоялся такой доверительный разговор между своими. Как вообще использовать книжную выставку? Зачем? Для чего? Что с ней делать? Какую функцию и роль выполняет книжная выставка? Служит ли она дополнением к основному мероприятию, событию? Либо она может быть самостоятельным событием? Вот об этом мы сегодня поговорим. Функции выставки с разных точек зрения. Но если вы слушали мои предыдущие вебинары, когда мы говорили о имидже библиотеки, о бренде библиотеки, о формах ее работы, то вы уже поняли, что я руководитель маленькой библиотеки, но руководитель хитрый и с элементом здоровой профессиональной наглости. Скажу я вам так вот, признаюсь. Честно, вы никому не говорите. Рассмотрим выставку, как я ее использую, привлекая свой коллектив в нашей маленькой библиотеке. Рассмотрим со стороны читателя. Что такое книжная выставка для читателя? Что она делает? Для чего мы ее используем? В наших небольших пространствах есть два стационарных выставочных стеллажа на абонементе. А сегодня, значит, мы вынесли эти два стеллажа в наш небольшой коридор, в холл. Вот. Они тематические. Один стеллаж посвящен истории и событиям Краснодарского края. Другой справа. Значит, мы на нем располагаем тематические выставки по календарю знаменательных дат российскому. Кроме того, мы используем различные пространства, еще о которых я скажу далее, но все-таки. А говорю сразу, почему я рассматриваю с разных сторон, потому что, как тот самый хитрый руководитель, я вижу в этом несколько задач у любой выставки. Первая задача, что такое для читателя, я вам скажу, в закрытом фонде абонемента огромные шестиметровые стеллажи и библиотекарь, и библиотекарь, выполняя пожелания читателя, оттуда вынимает книги, значит, выдает все прочее. Как рассказать читателю о том богатстве, что у нас есть в копилочке, что мы имеем? Каждый раз, обеспыливая эти стеллажи, протирая эти книги, мы замираем там надолго, застреваем там надолго, потому что такие удивительные книги, и они там тихо стонут, в одиночестве, ну, слева-справа подружки, но в руки читателя попадают редко. Конечно, раскрытие книжного фонда это первая задача, которую выполняет книжная выставка для читателя. А говорю сразу, что сначала мы по всем библиотечным нормативам, ну, готовились к выставке тематической, например, вынимали тематическую литературу, перелистывали там, делали закладочки, библиографические описания, развороты, все это вот моделировали, и ставили в плане, ставили срок действия этой выставки, ну, например, две недели. А затем видели, что буквально через 3-4 дня на выставочных стеллажах появлялся некоторый хаос, потому что читатели, проводя, допустим, 20-30 минут у стеллажа, брали книгу и говорили, а можно я ее возьму домой, а можно я ее возьму домой, но нам, как библиотекарям, хотелось, чтобы та красивая картинка, которую мы настроили у себя, и она радует глаз, и она привлекает внимание, чтобы она была долго, не получалась. И вот здесь мы просто увидели воочию, как действенно обычная книжная выставка, даже если без добавления дополнительных художественных средств и каких-то дизайнерских ухищрений, то есть, как инструмент раскрытия фонда работает 100%. Это со стороны читателя. Значит, скажу честно, не все наши выставочные эксперименты были удачными. Мы работали над этим вопросом, искали методические материалы, смотрели, оговорюсь, что из восьми сотрудников в библиотеке только один имеет профильное библиотечное образование, базовое. Остальные переобучены были позапрошлом году, но как бы переобучение, это все понятно, но вот такого глубокого базового образования, конечно, поэтому мы экспериментировали с этим. И когда по истечении двух-трех лет подобных экспериментов, привлечения различных элементов, подглядывания, подсматривания, друг нашей библиотеки, ныне покойная Валентина Максимовна Васильева, 50 лет отработавшая в библиотечной системе города Сочи, она однажды, она посещала наши все события, подошла ко мне и говорит, а не могли бы вы пригласить сюда ваш коллектив. Я думаю, ну все, ну все, сейчас в пух и прах значит, нас раскритикует. Я позвала коллектив, и она сказала, девочки, три года я наблюдаю, и вот сейчас могу вам честно сказать, вы большие молодцы, наконец-то ваши выставки соответствую всем стандартам библиотечной книжной выставки, ну и сделала нам полную рецензию на нашу выставочную деятельность. Переходим ко второму. Выставка как прием активизации творческих способностей коллектива. Так вот, на слайде книжная выставка для читателей, да, и как элемент активизации творческих способностей. Это и есть моя та маленькая латентная цель, которую я преследовала, нагружая сотрудников выставочной деятельностью и скрупулезно оценивая каждую выставку. Да, элементарно, когда человек пропустит через себя тему заданную, когда он проанализирует, когда подготовка к выставке становится собственно творческим исследованием по теме, тогда ему не страшен никакой обзор, никакой, скажем, никакие неожиданности, любой вопрос пришедшего гостя, читателя по теме выставки его не пугает. Почему я об этом говорю? Да, потому что, ну вот у нас на слайде старейший сотрудник библиотеки Елена Денисовна, да, каждый раз любой обзор выставки, ну, начинался с запаха корвалола и валерьянки. И лишь когда я поняла, что ей нужно быть внутренне уверенной, нужно четко владеть информацией, только тогда она может заинтересованно с горящими глазами делать обзор этой выставки и предлагать ее читателю. Вот, ну вот здесь как раз вот эти два наших стеллажа, один посвящен истории Краснодарского края, второй тематический календарь знаменательный дат России. два наших небольших стеллажика, где мы экспериментировали с, которые я отдала на откуп сотрудникам читального зала и говорю, пожалуйста, давайте сделаем выставку пушкинскую, это было к какой-то программе нашей, я забыла какой, вот, и мы вынули из архива различные подарки читателей нашей библиотеки. Обязательно установили хронологию, хронологию мы же ведь не музей, но тем не менее мы постарались узнать, кто автор этого, скажем, изделия и обязательно указали, кто подарил, кто подарил, да, кто даритель этих всех элементов. Ну, и вот получились вот такие два выставочных стеллажа, на которых книги, диски, аудиодиски, видеодиски, кубок, портреты, бюсты, марка пушкинская, гашенная к юбилею. Ну, то есть, и вы знаете, когда читатели заходили, гости нашего, нашей библиотеки, заходили в читальный зал, первое, куда они залипали, это к этим двум стеллажам. То есть, понятно, что когда в коллективе за моей спиной экономисты, бухгалтеры, техники БТИ, сделать из них работника культуры с глубоким погружением в профессию очень сложно, почти невозможно. Тем не менее, благодаря советскому образованию, высшему, все сотрудники, изучавшие историю России, общие предметы и русский язык и литературу, естественно, они уже библиотекари, посторонние люди в библиотеках не работают. Это точно. Здесь приходят и остаются люди, влюбленные в книгу и, скажем, знающие книгу. Вот это вот вторая функция книжной выставки в нашей библиотеке. Спасибо, говорят, выставка «Лицо библиотеки». Спасибо большое, Мария Та. Поэтому мы и расположили два основных выставочных стеллажа в маленьком нашем фойе. Нам хотелось, чтобы лицо нашей библиотеки было ярким, привлекательным, радостным. Собственно, как сам город Сочи. Вот появилась в читальном зале новая книга. Маленькая, но жутко интересная. Как подать ее читателям? Вот такая экспресс-выставка, выставка одной книги используется вами часто. Минимум, обратите внимание, минимум выразительных художественных средств. Собственно, то, что под рукой. И книга уже рука к ней тянется, и, скажем, хочется ее раскрыть. Использование так, вот этот слайд немножечко к другой теме, я к нему вернусь несколько позже. еще к одной функции книжной выставки на данном конкретном современном социокультурном этапе. Понятно, какой период мы сейчас с вами переживаем. наша библиотека и читальный зал не... Мы до сих пор работаем в режиме ограниченной деятельности. У нас работает только абонемент. Это предмет ежедневного, ежедневной печали сотрудников читального зала, потому что ломается все, рушится все. Налаженные связи, дружеские контакты, взаимодействие с общественными организациями, ну, все рушится. У нас такое стойкое ощущение, что начинать свою работу, когда нам разрешат, ну, там, с QR-кодами, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, когда нам разрешат принимать читателей в читальном зале, у нас, у меня лично, такое ощущение, что придется начинать выстраивать деятельность заново и как-то по-другому. Но мы не унываем. Использовать книжную выставку как инструмент продвижения, мы это придумали, когда стали активно работать в медиасреде, у нас есть страницы в социальных сетях Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, и мы используем YouTube-канал централизованной библиотечной системы города Сочи, и поэтому видео презентации наших выставок мы делаем часто и с удовольствием. Причем, вы знаете, могу сказать ответственно, после того, когда мы выставляем свои книжные какие-то либо новинки, либо тематическую выставку делаем и комментируем ее с показом и с раскрытием содержания выставки, ответ в социальных сетях поступает сразу, сразу идут вопросы. А можно ли это взять домой? А это читальный зал или это абонемент? Как интересно, мы раньше этого не знали. Неужели у вас это есть? Ну вот на данный момент я вам скажу, что вы видите на этих выставочных стеллажах. Это выставка «Ко дню победы», посвященная ночным ведьмам. Помните, да, «В небе ночные ведьмы» был фильм, который снят по сценарию Евгении Жигуленко, вот здесь она внизу, это Соченко. После войны она работала начальником управления культуры и писала сценарий, по этому ее сценарию снят фильм «Небе ночные ведьмы». Это летное подразделение девушек, очень молоденьких, защищавших небо Кавказа во время Великой Отечественной войны. Ну, давайте признаемся, ничего особенного, просто в архивах нашли комплект вот таких замечательных открыток, имя отчества, описание, подвига, внизу добавили, ой, и всего две книжечки у нас были в фонде по этому поводу, добавили два цветочка, но вот здесь на фотографии я стою, я делала видеопрезентацию этой выставки, и она была, вы знаете, просто шквал был отзывов в социальных сетях, и звонили, спрашивали, ведь современная молодежь, ну да, конечно, они знают Великая Отечественная война, все прочее, а вот подробности этой войны, краеведческие всякие материалы, вот, вот такие наши выставки, ну, с точки зрения библиотекаря, да, скажите, да ничего особенного, и чем она тут хвастается, две книги, но мы же с вами хитрые, мы же с вами мудрые, мы же знаем, как управлять чтением наших пользователей, ну, вот здесь экспресс-выставка, которая, кстати, буквально вчера появилась на наших страничках, да все элементарно просто, пришла новая книга, новая книга, интересная идеей своей, здесь о человеке на войне рассказывают дети и внуки ветеранов, ну, с подачей своих родственников, интересная книга, поэтому быстренько положили на стол, сделали фотографию, пожалуйста, экспресс-выставка, вот такая форма сейчас очень востребована, мы же все с вами живем в стиле экшн, правда, ну, и библиотекарь тоже, вот, ну, вот теперь я хочу поговорить о видах выставки, которые востребованы в нашей библиотеке, я вам честно скажу, давайте будем честны, не каждая выставка задерживает читателя возле себя на долгое время, ну, если добавили ярких выразительных средств, ну, привлечения, привлекли внимание, ну, скользнули, ну, да, вот, вроде бы, книжечки-то старенькие, ну, да, и пошли дальше, да, вот, поэтому, вот, то, что я буду, о чем я буду говорить сейчас, это то, что востребовано именно в нашей библиотеке. Театрализованные выставки, я понимаю, сейчас вот Виктория Мансурова из Иркутска, она говорит, смотрю по-доброму, завидую, я библиотекарь, и, конечно, площадей мы не имеем, но я верю, что и у нас что-то изменится. Вы знаете, у нас совершенно небольшие площади, вот это перед вами читальный зал, да, но когда мне, нам хочется порадовать наших постоянных читателей, у нас есть эксклюзивная форма творческого общения, это клуб поэтический балкон, но почему балкон, потому что у библиотеки имеется архитектурная особенность, балкон, выступающий на площадь интересную, да, так вот летом мы общаемся с проходящими мимо отдыхающими с балкона, зимой мы круто разворачиваемся и наш балкон в читальном зале находится, так вот театрализованные выставки это вкусно, это для гурманов, это для наших постоянных читателей, ну, читальный зал вмещает 30 человек, вы знаете, как правило, некоторые соглашаются даже стоять в проходе, и мы используем все, что имеем, к сожалению, мы попробовали загрузить видео в презентацию, формат не позволил, поэтому ссылки на видео театрализованных презентаций наших выставок мы постараемся прикрепить в конце нашего вебинара. Ну, пожалуйста, вы как бы можете здесь увидеть дополнительные средства, которые мы используем. ничего сверхъестественного. Вот эта арка, которая сделана, выпилена из ДВП и покрашена водоэмузионной красочкой, а сзади вот это балясины, ну, как бы элемент архитектуры любого южного города сразу погружает нас в атмосферу того времени. Ну, и, соответственно, театрализация происходит на фоне таких декораций, и мы театрализуем, либо фрагменты из произведения, либо придумываем сами сюжет, чтобы создать атмосферу. Ещё одна выставка, которая безумно популярна, которая нам, не скрою, мешает, съедает пространство на абонементе, которая громоздкая, которая нам не очень нравится, но у читателей безумно популярна. Каждый входящий в библиотеку, наш читатель заходит в помещение абонемента, и сразу застревает у выставки развала. Вот эти тумбы, они очень громоздкие, они плохо двигаются, потом ещё проблема, выставка развал вот такая, хотя мы разделяем вот тут вот по темам, да, книги, новые книги, там далее тематическое наполнение, ну, конечно, к вечеру на ней полный хаос, и приходится каждый раз, завершая рабочий день, заново формировать эту выставку. Так вот, я говорю, рука не единожды тянулась убрать эти стеллажи громоздкие, но каждый раз, наблюдая, как торчат там наши читатели, мы даём им стул, стульчик, они там садятся, да, тумбы на роликах, они катаются, но когда они заполнены книгами, вы попробуйте их сдвинуть, ну, вот как-то так, и тем более, когда очень ограниченное пространство, куда их катить-то? Их катить-то некуда. Но тем не менее, понимаете, развал – это самая популярная выставка в нашей библиотеке. Вот такая выставка развал. Я даже сказала бы вам, что это экспресс-выставка. К сожалению, я поделюсь с вами горем нашим, наш поэтический балкон, за это лето мы похоронили шесть своих постоянных членов. Вот эта выставка памяти ушедшего на Союзе писателей Николая Ситникова. Поэтому, когда мы узнали, что его не стало, ну, конечно, мы не могли ни написать некролог, ни раскрыть его сборники, ни почитать, ни предложить нашим читателям на страничках в социальной сети его библиотеки, его строки, его стихов. Вот такая выставка развал, да, это тоже, тем не менее, тематическая выставка развал. Элементарно на столе, читательском столе, у нас путешествуют по читальному залу и вообще по библиотеке влево-вправо, что мы только из них не пытаемся создать. Ну вот, казалось, просто нас коллег тематически что Крымская весна был такой проект краевой, когда мы, значит, Пушкин в Крыму исследовали тему и вот так используем, ну, обычное, но по форме это тоже выставка развал. Ну вот, с юмором мои девочки из читального зала назвали этот слайд выставка во всех доступных местах. У нас каждый раз при подготовке к какому-то событию или при формировании книжной выставке рождается некое соревнование. Ну что мы придумаем еще на этот раз? Ну куда же мы еще выставим свои замечательные, ну то есть каждый раз хочется придумать что-то новенькое, что-то необычненькое. Я понимаю, что никакое не ноу-хау, но вот здесь используется обычная лесенка среднего размера, драпируется тканью и на нее выставляется. Здесь маленькая лесенка рядом. Ну вот это выставка посвященная 80-летию зимнего театра в городе Сочи. Используем все, лестницу, стол, стул, то есть выставка во всех доступных местах. Ну вот точно так же на столе выставка газетных статей и журнальных публикаций. Выставка во всех доступных местах. Вот посмотрите, мы используем окно выдачи в читальном зале. Элементарно эта плоскость на время мероприятия она закрывается шторой жалюзи. Но для того, чтобы, поскольку очень мало места, и вот здесь почти у ног моих сидят читатели, очень удобно, ну вот такое пространство, пожалуйста, все под рукой, вот оно видно, вот здесь как раз значит история библиотеки, называлась эта выставка «Маленькая библиотека в годы большой войны». Это была театрализованная выставка. Здесь были у нас санитарки из сочинских госпиталей, были раненые, которых тут же бинтовали, тут же им, то есть театрализация состояла из исполнения вот таких ролей, значит, присутствовали раненые, санитарки, которые читали книги, писали им письма, то есть вот так была театрализована, вот это наша выставка, на которой вы видите сотрудников награждаемых медалями за труд в годы Великой Отечественной войны, а вот здесь наградной лист директору орденом за медалью за оборону Кавказа. Вот такой была наша театрализованная выставка, и как бы, скажу честно, артистов среди сотрудников практически нет. Если здесь нужно подходить к этому очень, скажем, деликатно, если мы видим, что имеется некоторый дефект речи, ну, значит, нужно давать роли для театрализации без озвучивания. Если дама стесняется, ну, возраст, там, все прочее, значит, нужно садить ее или там ставить не на переднем плане, а на заднем плане, и тогда подробности физики не будут видны. Еще элемент один, который мы используем, выставка во всех доступных местах, это маркерная доска. Вот, казалось бы, фу, чего она такого нового сказала. У нас нет выставочного оборудования для проведения мероприятий на улице. В летний период мы с удовольствием проводим события наши на исторической площади у библиотеки. Собирается очень много народу, 100, 200, 300 человек по большим событиям, и понятно, что нам хотелось бы показать, что есть в нашем фонде по этой теме, но, ну, не выносить же стеллажи, в конце концов, да? Поэтому маркерная доска и тот же самый читательский стол нас всегда выручает на улицах. Потом, чем удобна маркерная доска? К ней можно подойти близко и можно прочесть информацию, газетный и журнальный текст, можно прочесть, ну, в основном, да, для газет это используется, можно прочесть сразу. Вот. Еще один, еще один момент, стенд, который мы меняем изредка, да, вот это в нашем фойе обычный информационный стенд, обычный, на котором расположена информация библиотеки, расписание работы, клубных формирований, план работы, различные распоряжения, административная документация обычно, но когда нам очень хочется сделать красивую, яркую выставку, мы убираем официальную информацию и заменяем ее. На данный момент вы видите здесь краевой проект лица победы. Понятно, что мы все уважаем ветеранов, да, но когда это еще касается личного, семейного, поверьте, это очень действенно. Мы с сотрудниками принесли фотографии своих родных, ну вот это вот мой дедушка, ну то есть везде на фотографиях это родственники сотрудников с описанием его боевого пути. Мы убрали административную информацию на информационном стенде и сделали вот такую выставку, и она была говорящей, то есть сопровождаемая аудиоматериалами это была говорящая выставка, и это было, знаете, очень проникновенно, это было интересно, если кому-то пригодится, ну вот ничего особенного, колонки, ноутбук и описание боевого пути родственников, сотрудников библиотеки. Вот такой информационный, но когда выставка закончила свой срок деятельности, мы это убираем назад, меняем информационный материал и развешиваем снова. Вот такие у нас на абонементе стеллажи, старые, знакомые, всем обычные, советские, я бы сказала, причем советские, я говорю это с абсолютно позитивной интонацией, потому что они прочные, с ними ничего не делается, но эстетически, ну конечно, они уже не отвечают требованиям времени. Как с этим быть? Что с этим делать? А вот так мы пластиком зашиваем торцевую часть этого стеллажа и используем ее как выставочную поверхность. Здесь у нас постоянно действующая выставка по профилактике здорового образа жизни и вот на данный момент здесь выставка плакат по употреблению психоактивных веществ. Здесь карманы для размещения информации и вот здесь пластиковая скажем несколько пластиковых таких карманов глубоких для книги. Вот это мы тоже используем и вы знаете когда мы это себе придумали здание у нас там темная мебель в отделе в абонементе и сразу стало светлее сразу появилась яркая информация привлекающая внимание. Вот это мы еще используем. Теперь я хочу поговорить с вами о выставке инсталляции. Очень модное нынче направление. Безумно модное. И каждый раз когда я смотрю на работы действительно профессиональных дизайнеров да конечно бесспорно такая выставка инсталляции в которую можно добавить выразительные средства любые предметы ну если это выставка ко дню освобождения Ленинграда мы добавляли карточка есть у нас подаренная читателем кусочек бородинского хлеба отрезали положенное количество граммов каску значит клеили из папье-маше то есть вот такие выразительные средства мы используем конечно но на данный момент вы видите выставку одной книги ко дню памяти Александра Сергеевича Пушкина на вот этой вот на планшете тоже ничего особенного обычный лист ДВП на нем бархатная поверхность остатки от велюрового платья подаренного читателем и на нем расположена маска посмертная Александра Сергеевича подаренная нашей библиотеке известным пушкиноведом маркировки нигде нет но он говорит что это работа опекушина вот такую выставку инсталляцию мы делали к дню памяти Александра Сергеевича Пушкина естественно во время мероприятия мы брали в руки эту книгу и зачитывали последние минуты жизни Александра Сергеевича то есть эта выставка работала ну да очевидно неудачно сделана фотография может быть она сделана просто неудачно в рабочем порядке поскольку она работала это была рабочая выставка еще что мы добавляем к нашей выставочной победной тематике вот изготовили вот такой пограничный столб пограничный столб сами его раскрасили столб из фанеры сделали вот такие стрелки за нами Москва до Москвы столько-то километров на Берлин и всякие прочие дела вебинар Людмила Петровна немножко у нас подвисла давайте попробуем перезайти вебинар да вот опять коллеги не знаю то ли подвисла только у меня то ли у всех поставьте пожалуйста значок огонек если у кого-то тоже висит только огонек ага слетело да 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 все ну вот ничего страшного Людмила Петровна попробуйте сейчас выйти и зайти в вебинар заново а мы а мы все здесь мы подождем да я пока побуду с вами пока Людмила Петровна у нас выйдет и зайдет заново ну висим висим не мы все а пока к сожалению пока вот только спикер у нас выбил но вот видите сегодня и участники жаловались у нас в чат писали у кого-то подвисало видимо интернет вот немножко устал к концу года и начинает немножко нам такие сюрпризы выдавать ничего страшного не произошло большую часть вебинара у нас все было хорошо Людмила Петровна сейчас выйдет и постарается зайти к нам заново надеюсь что все будет все будет в порядке большую часть мы все-таки успели с вами просмотреть вебинара осталось только чуть-чуть ага вот Екатерина нам пишет ну вот коллеги вот оно и началось внезапное отключение света в библиотеке спокойно не переживаем не 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 мы сейчас минут пять десять подождем да хорошо что не в начале вебинара у нас было один раз такой десять минут от вебинара интереснейший вебинар про вовлечение про игры и у спикера провайдера его связи затопило и слетели вообще все серверы три дня не было вообще никакой связи вот так что нам еще нам еще повезло дети на дистанте сидят не и когда дети сидят на дистанте тогда слетает интернет а здесь просто отключение техническое отключение света я с вами немножко другое о вот видите уже свет дали да 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 все отлично Людмила Петровна с того места где нас вырубила чуть-чуть назад с того места я продолжаю о том что вот этот пограничный столб выполнен руками сотрудников у нас есть Валерий Анатольевич библиотекарь электронного зала вот здесь он успел подскочить обычно он снимает в его руках фото видео и всевозможные мужские дела в библиотеке выпиливать подкрашивать подстукивать подлаживать я считаю что нам повезло не бойтесь принимайте мужчин в штат библиотеки даже если они не имеют профильного библиотечного образования наши с вами формы деятельности сейчас безграничны и настолько разнообразны что любой человек который находит свою тропинку в библиотеку я считаю скажем имеет место быть так что у нас что у нас с этой хотя помогай что-то не перелистывается мы не перелистываемся так что тут такое остановились на Валерии Анатольевича видите как наверное мужчина в библиотеке это настолько нонсенс что а что ж такое может быть вот здесь вот так нет это не туда я приветствую конечно центральные городские библиотеки конечно же имеют другие возможности для еще ну-ка что у нас происходит есть есть дальше мы с вами мне очень хочется завершить по поводу выставки инсталляции потому что это вызывает большие споры да как известно нет ну я художник я так вижу да либо на многие на один какой-то предмет искусства есть множество точек зрения и спорить об этом можно бесконечно но сейчас мы к этому подойдем вот это наш был фестиваль народного творчества пасхальные радости собственно сама выставка здесь не показана но показаны предметы которые мы использовали для выставки инсталляции по этой теме значит вот здесь наш пример со взаимодействием арт-фонда momart foundation выставка хромолитографии подлинной хромолитографии Васнецова первого издания песни о вещи Малеги Пушкина был такой факт в нашей жизни ребята из фонда и мы вот мы использовали обычные вот такие мольберты взятые на прокат прошу обратить внимание на две вот этих фотографий вот это ротонда у морского порта кто бывал в Сочи тот знает это место замечательный арт-объект немногие знают что ротонда у морского порта является арт-площадкой библиотеки имени Пушкина ну так уж повелось что деятельность нашей библиотеки выходит далеко за рамки нашего учреждения поэтому во всех городских событиях место библиотеки имени Пушкина всегда особенное и так определилось что в городской среде это ротонда у морского порта скажу сразу оформление ко дню города ротонды оформлением занималась не библиотека и когда мы пришли и увидели вот эти книги вот так по диаметру развешенные потом на парапете обратите внимание лежат вот эти инсталляции из книг пожалуйста уважаемые коллеги может быть я в чем-то заблуждаюсь поставьте пожалуйста плюсики кому понравилось подобная инсталляция арт пространства библиотеки имени Пушкина ко дню города и кому не понравилось поставьте минусы кому понравилось кому не понравилось спасибо большое я вижу что на мы наше мнение разделились примерно пополам да на фото была Лариса Муханова она сотрудница нашей библиотеки заведующая читальным залом креативный очень интересный человек замечательно ну вот смотрите мы с вами едины во мнениях книги не пострадали пишут коллеги посмотрите я вот сейчас перейду к следующему слайду и я вам скажу вот как это выглядело вот это глава города ну там я в невообразимом каком-то наряде ну там театрализация была небольшая библиотека начала 20 века да это мелководный причал сзади море за нашей спиной ветер как правило там пронизывающий да это осень это 21 ноября и вот эти книги подвешенные за корешок не муляжи а настоящие книги они лично мне напоминали веселиться у меня настроение сразу съехало на ноль и когда вот это вот чудо дизайнерской мысли раскачивалось над нашими головами мне было настолько нехорошо вот просто по-человечески больно потому что вот я считаю что при использовании книг для выставки инсталляции нужно очень деликатно подходить к использованию книги ведь это наш с вами документ это материальная ценность потом еще мне кажется что здесь напрямую есть нарушение этических законов человеческой морали понимаете ну вот эти книги вернусь назад смотрите лежащие на парапете свернутые да вот эти влажно естественно когда мы их убирали распрямляли страницы и они были согнутыми и я считаю что при наших при дизайнерских наших экспериментов при организации выставки инсталляции нужно соблюдать этические законы общения с книгой я обещала вам вернуться назад какой выход я вижу когда очень хочется задействовать книгу как таковую да чтобы она была и тем не менее чтобы ну чтобы она вот присутствовала но не относиться к ней культурно бережно вот мы для себя придумали мы у нас есть вот такой муляж то есть по форме эта книга вот книга сделана из картона там вот Аспушкин да Александр Сергеевич а на самом деле это шкатулка мы ее открываем там находятся книжки малышки там находятся различные предметы когда мы делаем викторину по сказкам там находятся сказочные предметы вот вот как бы я считаю что если уж очень хочется если уж очень хочется чтобы была книга и чтобы она каким-то образом работала в этой выставке то лучше поступать вот так я не очень вот лично мне мое внутреннее профессиональное самолюбие начинает колебаться когда я вижу в интернете замечательные инсталляции из книг но книги разделены по цвету вот тут красная елочка вот там зеленая елочка вот там что-то еще из красных книжечек из синих из зеленых из всяких то есть ну такой тонкий момент с одной стороны да мы должны в библиотеке привлекать внимание к нашим выставкам мы должны подходить к этому творчески слово креатив заметьте не произношу мы должны подходить к этому творчески но соблюдать наши этические нормы все-таки мы обязаны вот вот такое отношение да я рада что я среди коллег нахожу нахожу единомышленников я понимаю понимаете здесь не важно откуда эти книги из букросинга они из списанного фонда здесь собственно книга сама по себе мы же воспитываем бережное к ней отношение да и потом вообще в принципе отношение к человеческому труду писатель писал редактор редактировал издательство издавало а мы вот так ну да были у меня ребята которые пришли молодежная политика ах мы тут сделаем как мы интересненько сделаем тут литературные герои будут идти а у вас есть писанные книги ну да есть а что хотели а мы их выложим по краям тротуара и пусть они лежат я говорю я понимаю пусть они лежат но на минутку по ним может бегать собачка по ним могут путешествовать дети топать которые отдыхающие тут строим ходят мимо нас с родителями и ой ну вы вот какая ты несовременная ну да я позволяю себе быть несовременной но вот позволить вот такие эксперименты с инсталляциями просто не могу профессионально не могу и я думаю чем больше нас таких тем скажем больше порядка в обществе будет ну вот дорогие друзья мы подходим к финалу и последний один из последних слайдов я назвала душ наших лекарь библиотекарь ну конечно для того чтобы библиотека и книжные выставки выглядели современно чтобы они отвечали современным эстетическим требованиям современной дизайну современной городской среды нашего с вами населенного пункта где мы находимся для этого книжные выставки должны быть вкусными интересными яркими и и как же это сделать силой библиотекарей а вот очень просто формировать сотрудников своего коллектива вот такие качества о которых я написала библиотекарь это многофункциональное устройство ну во первых конечно он библиотекарь библиограф потому что информация потому что описание потому что ну потому что это во первых содержание книги я уверена что среди слушателей бывали прецеденты когда приходит новая книга а ты ее открываешь и от стыда с этой книгой готов спрятаться под кафедру да потому что там и мат и гадости и вопиющая безграмотность и все что угодно есть прецеденты поэтому мы с вами во первых библиотекари библиографы во вторых мы редакторы потому что вот эти законы цветового цветовой гармонии конфигурации выставляемых нами материалов они должны присутствовать не более трех цветов при оформлении выставки да не более трех фигур треугольник квадрат там круг да то есть мы обязаны редактировать свои заголовки деликатно выбирать шрифт деликатно выбирать цвет размер шрифта стиль шрифта то есть мы должны быть редактором мы должны знать основы дизайна мы должны мы обязаны их знать и потом ну вот например в городе Сочи всегда опубликуют рекомендации города к новому году в прошлом году это был белый и синий цвета в этом году белый и золотой ну понятно если мы развешиваем если мы развесим по фасаду библиотеки красные бантики даже если они нам даром достались красивые или мы там подарили нам гирлянду такую цветную всякую ну естественно она не будет вписываться в общую городскую цветовую гармонию поэтому основы дизайна приемов дизайнов оформительских дел ну обязан знать дорогой наш многострадальный библиотекарь о том что мы должны быть актерами артистами о том что мы должны обладать основами ораторского искусства но это неоспоримо дорогие мои а иначе как а иначе вот тот традиционный образ бабушка с вот такими очками враговой оправе и дулькой на голове он будет нас с вами преследовать еще долго мы в своем коллективе ну сотрудники нашего коллектива скажем так добровольно принудительно хотят они того или нет мы преодолеваем этот стереотип и я знаю даже что они может быть за моей спиной считают что им дико не повезло что их руководитель имеет филологическое образование основную специальность в сфере культуры режиссер обрядовых праздников и телепрограмм может быть они считают что им дико не повезло но мы стараемся преодолевать этот стереотип несмотря на очень скромное вознаграждение от государства мы стараемся быть модными мы стараемся содержать себя в порядке свои прически свою одежду и естественно я им всегда говорю даже если у вас плохое настроение и все пропало в этой жизни все не так рисуйте улыбку косметический карандаш я вам подарю рисуйте я считаю что мы мы с вами находящиеся как бы вот на переднем крае общения с людьми мы просто обязаны быть в порядке мы обязаны быть артистами и в конце концов любой библиотекарь он просто человек понятно что при допустим особенно при подготовке выставки и общении с пользователем в медиаформате естественно библиотекарь он просто человек у него может болеть голова у него может быть давление он может утром поссориться с мужем и тогда ну какая нафиг выставка Леднила Петровна понятно мы с вами просто люди но тем не менее как я всегда говорю коллеги вы работаете не на рыбном складе со всем уважением к сотрудникам рыбного склада но наша сфера деятельности сфера нематериальных услуг поэтому давайте мыслить категориями не сколько больше меньше и чего а мыслить другими категориями ради чего о чем зачем и как вот за этим спасибо наши странички в социальных сетях сертификаты будут выдаваться пожалуйста коллеги поставьте плюсики если сегодняшнее наше общение было полезным ведь я вам формы собственно бесконечные во всех методичках обозначаемые просто не давала я для меня гораздо дороже вот такой характер общения заинтересованный скажем откровенный если меня не выгонит с работы на завтра то мы с вами встретимся еще мне коллеги говорят о том что ссылки в чате посмотрите пожалуйста внимательно ссылки на наши театрализованные выставки там где мы в гимнастерках я прокомментирую заранее пока вы не ушли значит это была выставка сочи госпиталь то есть город сочи в годы войны открою страшные секреты в роли раненого выступал слесарь сантехник централизованной библиотечной города системы города сочи который зашел поменять прокладки на унитазе удачно зашел бинтовали моего долго вот то есть еще хочу добавить что вот эту работу несмотря на то что снимали мы обычным телефоном без примочек всех студийных освещения там моно фода и всяких прочих дел мы рискнули и отправили ее на всероссийский конкурс где театрализованные презентация этой выставки заняла второе место по России вот поэтому по ссылочкам посмотрите театрализованные наши моменты этой выставки поверьте для этого совсем не обязательно быть режиссером и 30 лет отработать в сфере культуры для этого нужно просто хотеть нужно добавить минимум выразительных средств и ваша выставка станет не просто дополнением как коллега мне писала что ну типа о чем вы говорите мероприятие без выставки оно вообще не положено нет выставка может стать самостоятельным событием в жизни вашей библиотеки спасибо дорогие друзья на последнем слайде электронная почта это моя личная почта можете писать подписывайтесь на нас на наших страничках все события большие и маленькие наши библиотеки мы сейчас в онлайне когда будете в сочи заглядывайте заходите ничем особенным мы вас не удивим но то что вам будут рады однозначно спасибо